МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...поживают, работают с днем нашей республиканской конституции. Конституция Республики Крым была принята 11 апреля 2014 года. Это случилось после референдума. И это основной закон, по которому мы живем, и который на самом деле регламентирует правила и порядок нашей с вами жизнедеятельности. Это такая дата, достаточно значимая для Крыма, с чем я всех и поздравляю. Среди событий этой недели, вернее, среди событий этого понедельника, который начинает новую неделю, огромное количество в новостной ленте всевозможных событий, связанных с Сирией, связанных с Украиной. В конце концов, даже премьер-министр Арсений Яценюк, небезызвестный, подал в отставку, об этом обсуждают очень много аналитиков, скептиков, наблюдателей и так далее, и так далее. Но наша программа, как вы знаете, мы всегда стараемся подняться над ситуацией и посмотреть на стратегию. Мы, безусловно, обсуждаем события новостной ленты, мы прогнозируем, что происходит, кто играет, во что играют. Но все, что касается Украины в системном таком смысле, с точки зрения перестановок, там, Гройсмана прочат в кресло премьер-министра и так далее, мы с вами поговорим подробнее в среду. А сегодня я хочу остановиться на вопросе телезрительницы, которая, как ни странно, в год кино, а хочу напомнить, что 2016 год в России назван годом кино. Это, на самом деле, очень значимое такое направление деятельности. Оно стимулирует развитие мыслей людей в индустрии, зрителей, всех людей, причастных к этой области человеческой деятельности. А нужно сказать, что от кино очень многие люди даже зависят. Дело в том, что нынешний ритм жизни, когда люди работают с утра до вечера, а потом приходят домой, занимаются там с детьми, либо какими-то домашними делами. Тем не менее, вот ненасыщенность жизни всевозможными человеческими историями догоняется, проживается при помощи кино. И каждый из нас может поймать себя на мысли, что бывает вечерами, вы заходите на всевозможные онлайн-кинотеатры, на всевозможные ютубовские там каналы и пытаетесь найти, а что же этим вечером посмотреть. Причем предпочтение у всех разное, но в целом речь идет прежде всего о том, чтобы прожить при помощи кино определенное количество жизненных ситуаций, которые современная жизнь, в общем-то, человеку в полной мере и не дает. Так вот, телезрительница задала вопрос в Фейсбуке, он звучал примерно так. Как вы считаете, а кто на площадке в кино главный? Продюсер, режиссер или актер? И она высказала предположение, что наиболее профессиональным нужно считать мнение, что актеры — это самые главные люди в кино. И даже привела в пример слова известного режиссера на площадке, который, ну, как бы выругал ассистента по актерам, который вовремя там не принес чай, не укутал актрису на площадке и так далее, и так далее. И рефреном на каждой площадке, в общем-то, звучит «актер, актер, актер». Актер — это главное лицо. Мне кажется, и это очень важно в год кино, и это очень важно с точки зрения информационной войны, особенно с точки зрения того, в каком мире сейчас живет Российская Федерация, в каком мире живут русские люди, которые являются разделенным народом. А после развала Советского Союза, на секундочку, русские, они разделились на 15 республик, и этот, наверное, на сегодняшний день, это один из самых разделенных народов в мире. И вот в этой ситуации вот этот вопрос, он на самом деле является краеугольным. В год кино, хочу напомнить. По большому счету, вот эта ситуация, когда актеры, как социальный слой, это интеллигенция, это люди, которые, в принципе, являются жрецами человековедения, это люди, которые задают героя. Эти люди приподняты в социальном статусе настолько, что, в принципе, актерами у нас, в общем-то, даже наполняются и органы государственного управления. То есть актеры, которые раньше еще в крепостные времена, в 19 веке считались сословием, ну, чуть выше крепостных, а сегодня приподняты. В этом ничего плохого нет, но мне кажется, вот это чрезмерное преувеличение роли актера, который на самом деле является жрецом на площадке, но не является генератором человеческих историй, не является целеполагателем человеческих историй, не является аналитиком, который бы, например, понимал и на уровне эксперта понимал срез современного момента, понимал, о какого героя нужно воспевать. В конце концов, мы с вами все с четкостью можем констатировать, что современный кинематограф при всех его технических достижениях, а с точки зрения качества картинки, с точки зрения всевозможных спецэффектов, действительно индустрия двинулась намного вперед. То есть с точки зрения ремесла, как это выглядит на экране, тут все хорошо, но с точки зрения истории, которые мы рассказываем, с точки зрения героя, которого мы воспеваем, все далеко не очень хорошо. И вот это чрезмерное преувеличение актерской роли, совершенно забывая о роли сценариста, о роли продюсера, о роли режиссера, как концептуальной власти на площадке, об этом забывается. А в год кино, мне кажется, нужно провести ряд исследовательских таких мероприятий, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения с учетом одной очень важной особенности. Мы с вами живем в мире, который на протяжении последних 20 лет, после вот этого видеоэкспансии со стороны Запада, после развала Советского Союза, когда кинотеатры остановились, собственного кино стало производиться меньше, а все люди начали жить в мире историй, пришедших из Запада. Там воспевались супергерои, там воспевались архетипы мужчин и женщин, которые на самом деле, ну, в каком-то роде могут быть привлекательны для человека, но в целом подспудно прививают некоторые не наши модели поведения. Это на самом деле сказывается во всем. Дело-то ведь не только в том, что молодое поколение, которое вышло в Киеве на Майдан и ходило с речевками «Москаляку на Геляку», «Мы в ЕС», «Украина на ДУСЕ», и там были националистические речевки, но там же были и речевки проевропейские, прозападные. Цивилизационный выбор. Так вот, дело не только в том, что в вузах, например, финансирование приходило с грантами через НКО, неправительственные организации с Запада, и финансировались занятия, когда преподаватель, например, что-то обсуждал со студентом, непосредственно связанный с цивилизационным выбором. Основной упор, основное влияние на молодое поколение, на всех людей старше 35 лет. Молодое, условно, считается по 35-летний порог. И все, что старше. Вот что люди качают в основном с торрентов, со всевозможных онлайн-кинотеатров, какой контент они смотрят, особенно какую сериальную линейку сегодня смотрит тот или иной гражданин, от этого информационное поле и базируется. И если вернуться к тому, что 2016 год – это год кино в Российской Федерации, то возникает вопрос не только, например, снять определенное количество фильмов, но, наверное, задуматься о том, какие фильмы снять, причем речь не о контейнерах жанровых, там, например, боевик, романтическая комедия, мелодрама, ужас, исторический эпос и так далее, и так далее, а прежде всего посмотреть на архетип героя, которого мы будем в этом году воспевать, который будет являться примером для подражания, пусть даже и неосознанно. То есть совершенно не факт, что люди, посмотрев фильм, говорят, вот мне нравится этот человек, я буду делать жизнь с него. Это происходит совершенно на другом уровне. Это значит, что человек, который в повседневной жизни не проживает определенной жизненной ситуации. Но не каждый день мальчики в возрасте от 18 до 30 на улице участвуют в драках, в боях, сражаются за женщину, за родину, за брата и так далее, и проявляют личностное качество. Эти модели поведения прививаются при помощи экрана. Так вот, мне кажется, что в год кино всей российской общественности, причем не только интеллигенции, вот этой индустриального слоя людей, которые вовлечены в индустрию на уровне интереса, а прежде всего зрительская аудитория должна четко сформулировать техническое задание и заказ для всех деятелей индустрии, какого героя в 2016 году, год кино, нужно воспевать. Мне кажется, что вот в это время, когда Украина оказалась под таким достаточно интересным, медийным, внимание, то есть с той стороны наши партнеры западные, они применяют эти технологии осознанно, квалифицированно и эффективно. Мы видим, как 40-миллионная страна, в которой живут русские люди, которые и днем, и ночью говорят на русском языке, им даже сны снятся на русском языке, тем не менее они превращаются при помощи медийных технологий, это о роли кино, о роли вообще экранного дела, экранных искусств. Они превращаются в русофоба, в той или иной части. Я не хочу сказать, что все население Украины русофобское. Я знаю точно и нам, наши телезрители, которые не только в Республике Крым, не только в других регионах Российской Федерации, а прежде всего на Украине, нас смотрят на Украине, там огромное количество русских людей, которые своей самоидентификации не изменили. Они на самом деле просто сейчас занимаются вопросами безопасности, потому что там открытым текстом многое говорить сегодня просто небезопасно. Так вот, если Запад при помощи медийных технологий у них год кино с 91-го года, да даже с 84-го, с 81-го, не прекращался, у них каждый год кино. У нас 2016 год стал годом кино. Так вот, кроме того, чтобы, например, составить план производства в масштабах страны, в масштабах русского мира, сформулировать планы, которые, например, получат победители всевозможных грантов, правительственных субсидий, которые падают на счет продюсера для того, чтобы, например, создать тот или иное художественное произведение. Мне кажется, вот не хватает вот этого целеполагания, вот этого концептуального этажа. Не просто дать денег кинематографистам, чтобы они сняли побольше современных боевиков, воспевающих наших военнослужащих, или, например, романтические комедии, которые должны, ну как бы, стимулировать рождаемость и вообще образование семейных пар. А мне кажется, нужно сделать несколько произведений, причем, наверное, даже линейку, которая бы была обращена не только, например, к российским гражданам в возрасте там от 15 до 35 лет, но прежде всего гражданам Белоруссии, Украины, Грузии. Возможно, нужны двухплечные истории. Нужно воспеть героя нашего времени, который на сегодня не преклоняется перед Западом, который не бегает по улице и не кричит, раз там делают айфоны, то там центр мира, который не ходит на Майдане с речевками, который вообще не любит стоять в толпе, который имеет собственное мнение по всем вопросам жизнедеятельности, который имеет харизму, который имеет волю. И что самое главное, это не прививается, например, при помощи обычной системы образования. Вот с точки зрения, очень много общаемся с кадровиками, очень много общаемся с кадровыми агентствами, люди сдают экзамены, люди сдают ЭГЭ, поступают в ВУЗы, выпускаются. И тем не менее, когда они приходят на предприятие, то оказывается, что человек, ему там 23-24 года, не умеет элементарных вещей, он не умеет писать, он не умеет писать изложений, сочинений, соответственно, он не умеет писать деловые письма без инструкции и без смотрящего слева-справа, который фактически за него напишет и заплатит ему за часы. Он не умеет общаться, он не умеет вести переговоры, он вообще стесняется, я не говорю, что это все, есть определенная, очень небольшая, меньше 20% прослойка молодежи, которая все это умеет, но эти люди готовятся совершенно по другим методикам. А вот быть современным, эффективным, дееспособным, молодым человеком, который знает свои родовые традиции, который знает историю своей страны, даже Украины, речь-то идет о том, что Украина историческое название Руси, она далеко не греко-католическая страна, а унию внедрили только для того, чтобы перебить вот это православное информационное поле, которое сплачивало весь народ. И в результате Майдана мы с вами видим, что это таки удалось через 500 лет после внедрения. Так вот, воспеть героя нашего времени, молодого жителя Украины, либо жителя Российской Федерации, который имеет двухплечное отношение, ну, двухплечный это сценарный термин, связанный тем, что пара главный герой и его окружение, это могут быть представители разных стран, разных народов, поэтому два плеча. И получается, что нам с вами в год кино, понимая прекрасно, что индустрия – это такая сама вещь в себе, которая сама себе составляет планы, либо которая реагирует, например, на глобальные заказы. А очень многие телезрители и кинозрители отмечают, что кинематограф на самом деле становится все страшнее и страшнее. Он становится все депрессивнее и депрессивнее. Я даже вот недавно общался с одним сценаристом из Москвы, когда мы начали обсуждать вот эти индустриальные вещи, он задал вопрос, а вы что, уже нашли героя нашего времени? То есть люди в миллионниках на самом деле настолько оторваны от земли, профессиональные сценаристы, что они даже не понимают, о чем речь. Для них в индустрии, в вузах им проповедуют теорию, что героя нашего времени нет. Это могут быть совершенно разрозненные, атомизированные, двурукие, двуногие существа, у которых свои цели и которые на самом деле не имеют никаких родовых, страновых, этнических, цивилизационных привязок. А у нас здесь на периферии насчет этого уже сложилось очень четкое, устойчивое мнение. И мне кажется, что в год кино, 2016, всей зрительской аудитории, которая не структурирована, но которая вполне может сформулировать свои пожелания кино в год кино, такая тавтология, но она очень своевременная, нужно сформулировать четкий социальный заказ на то, какое кино должно сниматься на территории русского мира вообще и Российской Федерации в частности. Кого мы воспеваем? Какой образ воина? Какой образ студента? Какой образ школьника с точки зрения архетипических особенностей? Его отношения дальше просто как по учебнику, отношения к родственникам, отношения к деньгам, отношения к труду, ведь очень многие дети воспитываются паразитами. Это очень важный вопрос, умеют ли они добывать себе на пропитание или нет, или они сидят на чужом балансе. Отношения к семье, отношения к женщине, способность выстраивать отношения, способность ладить, способность взять на себя ответственность за создание новых предприятий, за рождение детей. Вообще вот он, герой нашего времени, это человек, способный брать на себя ответственность. А если посмотреть на наш кинематограф, который на самом деле перепевает ремейковым образом западные сценарные матрицы, то такого героя у нас на экране и нет. И скажите, пожалуйста, что в 2016 год эту тему поднять не стоит. Мне кажется, что эту тему нужно поднимать на всех уровнях. И начиная со встречи с прямой линией с президентом, и заканчивая статьями, и заканчивая дискуссиями, это нужно вынести на общественное обсуждение очень срочно. Год уже начался, первый квартал прошел, а по большому счету с точки зрения цели, полагания, а это чистая информационная работа с населением. Когда новости выходят и когда толкуются новости, то здесь лаг времени день-два вперед и до недели назад. Здесь очень краткосрочные анализы, здесь нельзя выстроить стратегии, здесь даже не обсуждаются архетипы героя современного. Но когда создается кино, то здесь лаг времени вперед. Многие фильмы, снятые еще в 80-е годы, сегодня смотрятся как на одном дыхании. Они влияют информационно на молодежь, живущую во втором десятилетии 21 века, а сняты они чуть ли не 40 лет назад. Получается, что кино, как способ управления обществом в длинную, управлять можно цельно или бесцельно. А если ставить правильные цели, а мы-то с вами понимаем, что общество либо выживет, либо погибнет, то нужно сформулировать такие цели. Нужно оформить вот это техническое задание или социальный заказ для индустрии кинематографической, которая бы отреагировала не на уровне. Да, люди, знаете, есть такое бытует мнение, что люди требуют трэша, люди требуют депрессника, им надо показывать расчлененку, потому что это и есть социальный заказ. На самом деле это очень четкая подмена. Дело в том, что когда мы производили здесь в Крыму исследование зрительских ожиданий, то пришли к такому выводу, что люди выбирают не то, что бы они хотели сформулировать. Человеческая психика так устроена, что люди могут выбрать только то, что они в жизни видели. Это первое. И если даже не сформулировать прототипы, то люди выбирают только то, что лежит на полке супермаркета. Ну вот представьте себе, приходите, вы в супермаркет любой, видите на полку, а там нет определенного количества продуктов, которые вам жизненно необходимы. И что? И вы будете стоять и требовать, чтобы логистическая служба этой сети туда завезла? Нет. Вы возьмете то, что более-менее подходит по качествам, купите и уйдете. То же самое с кинематографом. Когда вам говорят, что люди сами заказывают этот трэш, не верьте. Люди покупают только то, что стоит на полке супермаркета под названием кинематограф. Будь он телевизионный, будь он кинотеатральный, будь он любой другой, это, кстати, относится и к театральным постановкам, там существует определенное целеполагание, которое не соответствует целеполаганию основной зрительской аудитории. А если посмотреть на то, насколько эффективно на общество влияет кино, прежде всего сериальные линейки, особенно сериальные линейки не очень в длинную, то есть, скажем, в сезон 12, 20, 24 эпизода, вы влюбляетесь в этих героев, вы перенимаете модели поведения, вы, в общем-то, действительно форматируете свою жизнь, во всяком случае, всегда имеете вот этот образ. Когда образ отсутствует, жизнь безобразна, а когда образ присутствует, жизнь образна. И вот этот образ формирует модель поведения зрителя. И получается, что в год кино, 2016, который на самом деле может стать началом того, чтобы каждый год Российской Федерации был годом кино, чтобы каждый год создавались определенные сериалы, сериальные линейки от 2, 4, 8, 12, 24 эпизодов, чтобы делались полнометражные фильмы, в которых бы воспевался герой нашего времени. Это, безусловно, уже не может быть, скажем, белый воротничок из города Миллионника, у которого на самом деле стереотипы поведения, они, в общем-то, западные, американские. Там приход-расход и, в общем-то, погоня за длинным рублем. Это, скорее всего, должен быть уже человек, живущий на периферии, человек, который понимает, почем фунт лиха, знает, как зарабатывается рубль, понимает меру труда и меру ответственности, который создает семью, несмотря ни на что, и который на самом деле видит будущее. Вот картинка будущего, которая присутствует у главного героя, она на самом деле и станет картинкой будущего всего общества. И вот здесь очень большая ответственность всех кинематографистов, которые производят, и всех кинематографистов, которые смотрят, а это вся зрительская аудитория, это 200-миллионная русская община, которая живет условно 200 миллионов. На самом деле русскоязычных людей на планете больше, но вот эта активная 200-миллионная русская община, которая смотрит контент на русском языке, и которая четко формулирует, что западный кинематограф и количественно, и качественно, и энергетически экспансивно доминирует, должна сформулировать социальный заказ на типы истории, на типы героев, которые на самом деле сегодня необходимы. И мне кажется, без медийной составляющей. На прошлом эфире мы с вами обсуждали конструкторский подход к перехвату управления на Украине. Там есть кадровая, исполкомовская вертикаль, там есть вертикаль безопасности, и есть медийная вертикаль. Так вот эта медийная вертикаль, это не только производство новостей, это производство управляющего контента в долгую. И вот мне кажется, что в этом конструкторском подходе, которые требуют создания определенных структур, которые требуют, прежде всего, подготовки кадров, и исполнителей творческих, и управленцев, которые смогут построить эту работу, произвести, например, скажем так, 300-500 новых, принципиально новых, или единиц кинематографических произведений, которые вольются уже существующие и смогут воспеть героя нашего времени, это на самом деле очень большая экономическая задача, и она нетривиальна. Это примерно так же, как построить мост между Россией и Крымом. То есть создать такой объем фильмов, которые обращены к разным целевым аудиториям, которые влюбляют в себя и влияют на модели поведения людей, это, я считаю, колоссальная государственная задача, связанная и с вопросами государственной безопасности, и с вопросами воспроизводства человеческого капитала, и с вопросом обучения, кадровой подготовки молодежи, и воспитания управленцев, ведь мало готовить управленцев на всевозможных школах кадрового резерва. Нужно показать образ жизни эффективного управленца, а его никак не показать. Можно, безусловно, с эффективным управленцем пообщаться на всевозможных занятиях, можно перенять то, что он скажет, но вы не увидите, как он управляет в реале. Это можно показать только при помощи кино. А если это кино сделано интересно, увлекательно, заразительно, это будет самый эффективный способ привития необходимых моделей поведения тем людям, которые ходят по улицам, той же Украины, например, смотрят, что в стране беспорядок, бардак, видят, что страну грабят. Открытым текстом говорят, что-то надо сделать, а вот что делать, дальше начинается ступор. Нет ни целеполагания, нет ни картинки будущего, нет знаний, навыков, с чего начать и чем закончить. Не умеют писать манифесты для того, чтобы в пафосном энергичном тексте, например, изложить свои цели, причем цели, которые должны быть обращены к разным целевым аудиториям. Не хватает квалификаций. И вот квалификацию, конечно, делают в учебной аудитории, но самая главная квалификация, самая главная настройка любого человека, как зрителя, происходит перед экраном. В кинотеатре, в телевизоре, в гаджете. Даже на сегодняшний день в телефоне. И мне кажется, что год кино, который с января уже движется, особенно сегодня, в очень знаковое число, 11 апреля, в тот день, когда была два года назад принята Конституция Республики Крым, это достаточно важный, асимметричный, некапиталоемкий вопрос, который мы с вами можем обсуждать, который должен привести, в конце концов, к написанию определенных технических заданий, политических заданий, нравственных заданий для индустрии, которая на самом деле построена по очень простому принципу. Освоить деньги, снять определенное количество фильмов мы можем, а вот о чем, вот тут надо подсказать. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Спасибо.